Всем привет, друзья! С вами Глория Рай, и это новости слухи и обсуждение эфиров телепроекта Дом-2. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк. Ольга Рапунцель заинтриговала и порадовала своих многочисленных поклонников хорошей новостью. В жизни семьи Дмитренко перемены. Скорее всего, речь идет о покупке жилья в Москве, а может быть и о втором ребенке, о котором мечтает Дима. Подробности Миро Рапунцель решила поделиться чуть позже. Александра Черно не беременна. В эфире подняли тему возможной беременности пышнотелой супруги Иосифа Аганесяна, после чего Саше пришлось расставить все точки над ей. В разговоре с фолловерами Черно призналась, что действительно могла бы быть беременной. По словам девушки, после курса лечения у нее восстановилась репродуктивная функция и даже появилась собственная овуляция, из-за чего врач в экстренном порядке отправил ее сдавать кровь на беременность. Впрочем, пока стать мамой Сажи все же не суждено. Так, анализ показал отрицательный результат. Правда, девушку это нисколько не расстроило. Как выяснилось, сейчас, в свете всех скандалов и разговоров о разводе, Черно не готов рожать от собственного мужа. Приняты экстренные меры для спасения провального шоу «Спаси свою любовь», которую никто не смотрит и в сети не обсуждает. Пары Марина Африкантова, Роман Капаклы, Ольга Рапунцель, Дима Дмитренко, Илья Ябаров, Маргарита Ларченко, Майя Донцова, Алексей Купин и Саша Черно с Иосифом Аганисяном покидают шоу «Дом-2». Ребята становятся участниками шоу «Спаси свою любовь». Журнал «Дом-2» сегодня уже официально подтвердил эту информацию о том, что теперь пять пар проекта будут строить свою любовь на новом шоу. Ну что ж, «Дом-2» теряет топовые пары, начиная с Африкантовой и Капаклы. Телепроект накануне своего юбилея подвергается кардинальным изменениям. Горячая новость взорвала интернет. «Дом-2» лишается самых ярких участников, ведь пять рейтинговых пар переводят на соседнее шоу «Спаси свою любовь». Если верить слухам сети, то не с переводом ли пяти пар топов на соседнюю съемочную площадку, связанные намерения Алексея Безоса и Милены Безбородовой покинуть телепроект? Многие считают шоу «Спаси свою любовь» провальным. Можно ли спасти лодку с пробитым днищем, наполнив ее топами «Дом-2»? По логике создателей реалити-шоу можно, смешав участников между собой. Не потому ли и затеяна вся эта рокировка, чтобы с помощью рейтинговых участников удержать на плаву еще один эфир в день? Спасут ли? Как думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Ни для кого не секрет, ведущая Ольга Бузова, в отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса, выступает резко против любых хирургических вмешательств. Оля не комплексует по поводу маленького бюста и отказывается делать пластику, невзирая на насмешки хейтеров. А вот неминуемая старость Бузова все же пугает. Чтобы сохранить молодость, Ольга уже прибегла к уколам ботокса и прочим хищрениям. Правда, вряд ли ожидала, что все только испортит. Зрители недоумевают, какой горе-специалист так изродовал внешность ведущей Дома-2. Так обколотые носогубные складки Оли вместо того, чтобы уменьшиться, стали только большие. Да и глубокие мимические морщины, как бы девушка ни старалась, никуда не исчезли. Только что в сети появились слухи о том, что Илья Ябаров все-таки решил окончательно распрощаться с реалити-шоу. Парень написал в сети неоднозначный пост. «Спасибо, Дома-2, что когда-то дал мне платформу, узнаваемость и так далее. Хочу поблагодарить каждого, кто принимал в этом огромном проекте участие и внес свой вклад, как люди из кадра, так же и за кадром». Илья Ябаров благодарит генерального продюсера, шеф-редактора за понимание и терпение. «Я не говорю вам прощай, я говорю вам до скорых встреч. Пока-пока. Слушайте мои песни, скоро выйдет новое. Творчество для меня в приоритете. И надеюсь, мои дорогие подписчики, в ближайшее время смогу вас радовать своим творчеством». Судя по всему, Илья Ябаров уходит в шоу-бизнес. «Но вряд ли это возможно, зная Илью Ябарова. Ну что ж, посмотрим». Курбан Амаров стыдится поведения своей пьяной супруги Ксении Бородиной на дружеских мероприятиях. Такой вывод сделали фанаты, увидев, как бизнесмен прячет лицо рукой в то время, пока ведущая Дома-2 с бокалом в руках записывает для своего инстаграм-сторис с вечеринки. Курбан Амаров практически во всем поддерживает свою звездную супругу, но явно стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной на вечеринках, которые они посещают вместе. Пользователи сети активно обсуждают недавние ролики, опубликованные звездой Дома-2 в сторис, после веселья на праздновании очередного дня рождения. Ведущая показала, как она с бокалом в руках подпевает громко играющие песни, после чего переключила внимание на супруга. Сначала бизнесмен подыгрывал жене, но позже просто стал закрывать лицо рукой. Если видел что-то, снова его снимает. После увиденного фанаты сделали вывод, что Курбан Амаров уже стыдится поведения пьяной Ксении Бородиной. Не так давно на просторах всемирной паутины появилась видеозапись, на которой запечатлен ведущий Влад Кадони, активно флиртующий с бывшей пассией Жени Ромашова. Юлия Щеглова, которой не удалось построить отношения Женей, в настоящий момент находится в статусе одиночки и никак не может избавиться от прозвища Бремно, которым ее наградили на телешоу. Стоит заметить, что по этому поводу девушки больше всего достается от Влада Кадони, который не упускает возможности потроллить свою подопечную и проверить на деле не только, как Юлия действительно готова к новым отношениям и стремиться к общению, но и ее готовность для более смелых экспериментов, причем не только в постельных делах. Так в сети оказались кадры, на которых был запечатлен Влад Кадони, активно флиртующий с бывшей избранницей Евгения Ромашова. Во время неформального общения Влад был одет совершенно не как ведущий, а в более неформальном стиле, да и сама Юля, по всей видимости, была совершенно не против такой компании и такого формата общения с ведущим. Вот так Витя Голунов, он же Влад Кадони, как всегда в своем репертуаре. Не умеет он флиртовать и ухаживать за девчонками, как первоклассник. То снег завалит, например, как Иру Пинчук, то щипает, но заваливает. Вроде бы ходили слухи, что у Кадони вне проекта есть девушка, так что вряд ли его общение с Щегловой может иметь серьезное продолжение. В итоге уже несколько недель зрители наблюдают за скандалами в этой парочке. С ссорами и попытками Алексея проучить свою невесту, хотя его уроки порой поражают своей жестокостью. Да и что делать ребятам, когда на острове любви практически не осталось ни одной интересной темы. Поэтому заполнять эфиры редакторам приходится либо разборками Строкова и Сахнова, либо проблемами Купиной и Донцовой. Однако зрители осуждают не только Лешу, который прячет свою жестокость за красивой улыбкой. Достается и Майя, которая выбрала для себя несколько тем для страданий и активно спекулирует на них. То она рыдает, что не может зачать ребенка, вызывая жалость окружающих и зрителей. То твердит о карьере певицы, даже ищет себе продюсеров, мечтая покорить сцену. И многие увидели сходство участницы с Лейберш Кпадону, которая когда-то точно так же либо говорила о невозможности родить, либо о том, что хочет петь. Кстати, Младко и по сей день рассказывает подписчикам только об этом. Поэтому Донцовой поспешили напомнить об участи Лейберш, которая так и не устроила личную жизнь, не состоялась в карьере, а лишь строит планы и бесконечно пиарится на проекте и его обитателях. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, ставьте лайк и оставляйте ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok